Вспоминаем два несчастных случая в бывшем военном городке Клин-9. Напомним, за неделю там в пруду утонуло два клинчанина. Эта трагедия заставила выехать на место власти округа. В центре обсуждения нам неочередное встреча с жителями, пожарный пруд и безопасность. Трагедия на воде стала поводом для серьезной информационной атаки в социальных сетях. Интернет-пространство полнится слухами о том, что пруд якобы закрывают, а территорию огораживают, земли идут с молотка. Значит, был сколько лет пруд, никому не нужен. А как только облагородили своими силами, то сразу закрыть. Глава округа развеяла эти слухи на личной встрече с жителями Клин-9. Пруд принадлежит лесхозу и является пожарным. Продавать или огораживать его никто не имеет права, но купаться в нем опасно для жизни. Когда здесь поднимали оба трупа, то дали информацию, что на дне очень много металла. Металл имеется в виду брошенные какие-то конструкции, металлоконструкции, какие-то запчасти от машин целых, какие-то двери, я не знаю что. Имейте в виду? Когда-то военный гарнизон Клин-9 считался элитным. За последние десяток лет пришел в упадок. Дороги разбиты, уличного освещения нет, территория не ухожена. Ситуация поступательно начала меняться после передачи зданий и коммуникаций в муниципалитет. В этом году заасфальтировали въездную дорогу. На очереди ремонт многоквартирных домов. На этот год не планировалось ремонта домов, поскольку были еще процедуры передачи. Мы подали заявку по ЧС, то есть чрезвычайную ситуацию, которая должна быть рассмотрена в течение недели-двух. И по ней у нас второй, третий, четвертый. Дома включены в ремонт проблем. Восьмой дом у нас включен в целом. По ВИСам у нас включены девятый и четвертый дома. Встреча проходила в режиме вопрос-ответ. В актовом зале школы «Юность» яблоку негде было упасть. Жители говорили наперебой, вопросы сыпались один за другим. Школу эту закроют на капитальный ремонт. Детей будут возить в город. Школа будет ремонтирована в 2019 году без закрытия. Жители голосовали за аптеку, отделение банка, педиатрический кабинет. Просили об изменении в расписании 40-го автобуса и озвучили проблему очистных водонапорных сооружений. Валентина Мордовина, Алексей Буланов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.